Приветствую вас! Здесь ситуация, на мой взгляд, несколько более глубже, чем то, что вы описываете, вот, по крайней мере, в том контексте, что вы увидели сценарий, вы увидели своего дедушку, вот, вы увидели то, как он обращался с вашей мамой, вот, вы в некоторой степени демонизируете, как мне показалось, деда, вот, там, позиция, наверное, вполне... Естественно, в данном случае, вот, но не совсем она, эта позиция адекватная, потому что идеализация и демонизация ничего хорошего человеку, ну, отдельно взятому человеку, да, не несут, вот, и то, что вы говорите о своем дедушке, безусловно, может быть и правда, скорее всего, правда, но помимо этого были и другие моменты, были и другие моменты, вот, моменты, более позитивные моменты, менее, такие вот, ярко выраженные, негативные, но вы о них не говорите, потому что они вам не запомнили, тем не менее, несмотря на то, что дедушка у вас был, вот, таким, как вы его описываете, тем не менее, несмотря на это, все равно вы, как бы, довольно много времени проводили с ним, я думаю, что у этого есть какие-то причины, у этого есть какие-то соотношения, то есть вас тянуло все равно, да, вот, и важно не только и не столько то, что вы увидели сценарий свой, а важно, скорее, то, какие выводы вы о себе сделали, еще, может быть, даже в детстве, какие выводы вы о себе сделали, то есть, какая я, там, ну, допустим, допустим, какая я в отношениях с мужчиной, например, да, какая я за женщина, вот, ведь ваша мама, она, как мне кажется, показала вам, что единственный способ удержать, ну, удержать, да, единственный способ удержать мужчину, это показать, что ты ничего не стоишь, и, как мне кажется, вы активно достаточно эту позицию продвигаете, вот, как мне кажется, я, конечно, не могу быть уверенным в этом на сто процентов, но кажется мне, что это очень сильно на вас похоже, вот, и ключевой момент здесь в том, как вы себя воспринимаете, воспринимаете, каким образом вы себя воспринимаете, как вы к себе относитесь, вот, как вы себя позиционируете, ну, с мужчинами, да, допустим, и, как вы видите себя, относитесь к себе, что думаете о себе, это, мне кажется, очень важный момент, на который вам нужно ответить, ну, да, это ответ, вот, потому что, ну, это, этого достаточно, достаточно важный, вот, и, соответственно, дальше, уже будет видно, какие чувства в том, что ключевой момент подобраться. Идея здесь моя, как они говорят идея, заключается в том, что ключевой момент не в дедушке, вот, ключевой момент не в дедушке, и не в том, как он себя повел, ключевой момент в том, как ваша мама вас научила вести себя с подобными мужчинами, что вы умеете вести себя только с подобными мужчинами. То есть с другими мужчинами вы вести себя не умеете, по-другому с мужчинами вы вести себя не умеете. Здесь есть еще один важный нюанс. То, как вы себя ведете не обязательно всегда плохо. То, как вы, ну, воспринимаете себя не обязательно всегда плохо. Иногда действительно можно и потерпеть, иногда действительно можно и как-то сгладить углы и так далее. Иногда. Но вы, на мой взгляд, делаете это всегда. Когда вам этого делать не хочется. Вот это ключевой момент. Что вы делаете это тогда, когда вам не хочется этого делать. И задача психолога, задача психотерапевта заключается в том, чтобы помочь вам быть собой тогда, когда вам хочется. Чтобы помочь вам проявлять разные стороны себя. А не только одну. Знаете? Сценарий, о котором вы говорите, безусловно, присутствующий, безусловно, имеющий место быть, заключается в глубине своей в том, что у вас нет выбора поступать. Поэтому вы не слышите себя. Вы блокируете протест и так далее. Почему я об этом сейчас говорю? На самом деле, на самом деле, по крайней мере, мне так кажется, здесь, в какой-то степени, в какой-то степени, в какой-то степени, все довольно просто. Потому что вы говорите про гормоны, например, да, чтобы, типа, ну, зачем, зачем мне, зачем мне, зачем я пью гормоны, например, говорить, да? Ну, допустим. Вот. И это чистой воды правда. Действительно, зачем вы недовольны тем, что приходится их пить? Вы недовольны? И это нормально. Мало кто был бы доволен. Но заметьте, пожалуйста, заметьте этот момент, что говорите вы об этом, но вы не говорите об этом человеку. Да? Вот самому человеку вы не говорите об этом. Вы говорите об этом, но. Знаете, какая штука? И получается здесь, что имеют место быть блок. Получается здесь, что вы блокируете себя, блокируете свои чувства. И не позволяете себе быть собой. И вот именно это, а не что-то другое. Да? Нужно прорабатывать и учить вас. Нужно прорабатывать и учить вас. Тому, чтобы вы к себе слушали, вы к себе, ну, прислушивались, учились прислушиваться к себе. И вот тогда, только тогда, ваш сценарий начнет менять. Когда вы будете замечать то, что вот вы себе блокируете. А до тех пор, вот, эм, умозрительные, умозрительные, достаточно вещи. А вот, которые, ну да, дедушка, да, ну, 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 да, ну, вот он там, эээ, вел сюда, да, там, не знаю, не лучшим образом. Ну да, это правда. А, что дальше? Ну, то есть, ну да, вот он, вот он такой, а дальше что? Вот, как это вам поможет, собственно? Ну, то, скорее всего, никак, скорее всего. Я так вот думаю, по крайней мере, да, что, скорее всего, никак вам это не поможет. А, вот, по крайней мере, пока вы, вот, в таком ключе, ээээ, в себя, ну, себя, ээээ, двигаете. И, соответственно, моя задача, ну, постараться вам сэкономить время хоть немножко, вот, чтобы вы не тратили свои силы на то, что, в принципе, не нужно, не полезно. То, что вам ничего не дает по сути дела. Вот как-то примерно так. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. И буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!